Ну еще раз добрый день. Технические неполадки всегда, они естественно непредсказуемы, поэтому давайте мы с вами начнем данную тему по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с нормативно-правовой документацией, а именно с ФОК. Итак, обращаю ваше внимание, что, конечно же, весь ряд нормативно-правовой документации претерпел изменений и даже введение новых непосредственно таких понятий, как ФОК или ФООП, непосредственно лишь от того, что изменения в федеральном законе вступили, и вы прекрасно знаете об этих изменениях, надеюсь. Но для вашего интереса здесь вывешен как раз QR-код, по которому вы можете пройти и более точнее изучить федеральный закон, который был от 24 сентября 2022 года под номером 371 ФОЗ изменен. И изменения, конечно же, костянулись в первую очередь системы образования. Непосредственно согласно определению воспитания в федеральном законе воспитательная работа должна включать, конечно же, патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание и в том числе другие направления воспитания. Конечно, наша с вами задача разбираться в этих определениях, потому что есть небольшая путаница, допустим, направлений как гражданско-патриотическое, а где-то вы можете заметить патриотическое воспитание, где-то вы видите, например, духовно-нравственное, а где-то просто нравственное воспитание. И сегодня попытаемся разграничить данную терминологию. Конечно же, согласно федеральному закону, задачи патриотического воспитания, они предполагают решение как раз-таки нескольких инстанций. Это то, что необходимо формировать у воспитанников эмоционально-ценностное отношение к истории, культуре, традициям малой родины и в том числе России средствами музейной педагогики. Не зря, наверное, сейчас во многих уголках как раз-таки нашей необъятной страны во всех образовательных учреждениях начинается возрождение музейной педагогики. В школах или, например, в тех же самых садиках многие из нас слышат, что мини-музеи открываются все больше и больше. В том числе продолжение работы по нравственно-патриотическому воспитанию через ознакомление с традициями и культурой народов России. Конечно же, создание условий для формирования у детей представлений о духовно-нравственных ценностях, сложившихся в процессе культурного развития России и так далее. Но наша сегодняшняя с вами задача как раз-таки уточнить согласно ФОП понятие такое, как гражданско-патриотическое воспитание и духовно-нравственное воспитание. Многим из нас известно, что в 2022 году был утвержден как раз-таки ФОП, который расшифровывается как федеральная образовательная программа на ступени дошкольного образования. Но не только. Непосредственно система начального общего образования, в том числе как основного общего образования и среднего общего образования, такая терминология тоже коснулась. Многим из нас известно, что есть федеральная образовательная программа, которая отвечает как раз-таки всей ступени данного как раз-таки уровня образования. Целью ФОП является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. Конечно же, говоря о традициях и в том числе ценностях, не стоит забывать, что формы и способы и средства реализации федеральной программы, они включают в себя различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. То есть мы понимаем, что применение электронного обучения или дистанционных образовательных технологий должны, конечно же, осуществляться в соответствии с требованиями СанПИНа. Здесь как раз-таки дается выдержка непосредственно из федеральной образовательной программы дошкольного образования. Что же касательно традиционных российских духовно-нравственных ценностей, то повторюсь, что это жизнь и достоинства, это право и свобода человека, это патриотизм, это гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. И многое-много то, что непосредственно каждому из нас известно. Конечно же, каждый из этих направлений тесно переплетается целевыми ориентирами. Целевые ориентиры – это тоже одна из таких множеств непосредственно введенных документов, потому что мы с вами привыкли слышать ценность, формирование этой ценности, базовый идеал, национально-воспитательный идеал. И теперь есть еще целевые ориентиры, то есть непосредственно, что необходимо достичь, на что нужно ориентироваться. Каждая система ценностей, она находит отражение в содержании воспитательной работы дошкольного образования. Что именно? Ну давайте посмотрим. Например, ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Ценности милосердия, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. И обратите внимание, каждая из этих ценностей перекликается с направлением воспитания. Забегая вперед, прокомментирую, что в системе начального общего образования также определяются ценности, и каждая из них предполагает реализацию направления воспитания. То есть есть понятие гражданско-патриотического воспитания, есть понятие духовно-нравственного направления воспитания. Но чуть позже об этом поговорим. Сейчас пока мы непосредственно согласно преемственности образования рассматриваем ступень дошкольного образования. И хотелось бы остановиться на одной из пяти областей развития ребенка на ступени дошкольного образования. Это познавательно. Почему именно познавательно? Ну, наверное, вы догадываетесь. Потому что именно когда ребенок познает окружающий мир, он, естественно, узнает не только, допустим, из чего состоит этот предмет, какой он на ощупь, возможно, каким образом можно его использовать. Но и в том числе, рассматривая окружающий мир, он узнает, например, такие понятия, как государственная символика страны, что такое малая родина, с чего начинается вообще малая родина, какие знаменитости, например, проживают в его регионе и так далее. Конечно же, когда мы приобщаем детей к ценностям человек, семья, познание, родина, природа, то предполагается, что воспитание как раз-таки к знанию как ценности претерпело значительный образовательный как раз-таки фактор для того, чтобы ребенок понял, что он является частичкой этой страны, он является непосредственно тем продолжителем будущего нашей страны. Воспитание уважения к людям, представителям разных народов России, также предполагается в познавательном развитии и независимо от их этнической принадлежности. Воспитание уважительного отношения к государственным символам страны, например, как флаг, герб, гимн. И перечисляя здесь непосредственно различного рода как раз-таки задачи познавательного развития в рамках гражданско-патриотического воспитания, стоит отметить, что, конечно же, каждая область развития между собой взаимосвязана, переплетается. И следующее, как раз-таки более такое тоже интересное для развития, как раз-таки гражданско-патриотического воспитания, это направление социально-коммуникативное. Здесь для вас представлено по непосредственно возрастам, ну, например, 3-4 года, допустим, нашему воспитаннику. Каковы задачи? Задача состоит в том, что необходимо обогащать представление детей о малой родине, поддерживать их отражение в различных видах деятельности. Но сейчас многие из нас вспомнят, что ребенок, например, в 3 года только начинает учиться говорить, и, возможно, он еще плохо выражает свое мнение, но все же, давайте вспомним. Нетрудно же будет ему рассказать, допустим, что он живет в республике Башкортостан непосредственно, это является нашей малой родиной. А может быть, он еще и родился в отдаленном каком-нибудь районе непосредственно республики. А может быть, он вспомнит, что, оказывается, существует определенная символика. Ведь все это предполагает как раз-таки развитие ребенка всестороннее. Мы не можем зацикливаться на том, чтобы обогащать его словарный запас, допустим, теми или иными выражениями, которые необходимы для того, чтобы он знал элементарный, например, счет, отличал, возможно, какую-то геометрическую фигуру, как круг или квадрат. Но не стоит забывать, что ребенок должен осваивать как раз-таки целостный материал. Зацикливаться на одной из только сторон, это, наверное, было бы пагубно для развития ребенка. Правда же? Поэтому мы всегда понимаем, что все пять областей развития всесторонне как раз-таки помогают развиваться ребенку. И если мы видим с вами сейчас на слайде как раз-таки в сравнении, допустим, в 4-5 лет, что необходимо? Конечно же, воспитать любовь к родине, уважительное отношение к символам страны, памятным датам, развивать интерес детей к основным достопримечательностям города. Ведь не каждый взрослый порой знает, почему, например, данная достопримечательность находится. То есть есть моменты такого характера, что даже вот ситуация вспомнилась, когда-то в автобусе возле одной из наших школ города Уфы находится памятник как раз-таки Горькому. Вот. И один буквально такой вот прохожий, наверное, было ему очень любопытно, насколько знают школьники, кому посвящен этот памятник, заходя в автобус, переспрашивал. А вот возле как раз-таки этой школы находится автобусная остановка. Переспрашивал. Вот там какой-то дяденька стоит, такой вот как-то даже нелепо, говорит, выглядит в такую-то погоду холодную, что-то там легкое накинул на себя. Кого-то, наверное, выжидает. Сначала я насторожилась на такого рода разговор, думаю, зачем чужой мужчина переспрашивает у учеников о каком-то там родителе, допустим. Думала, что это родитель. А оказывается, он хотел выяснить, насколько учащиеся этой школы осведомлены, что памятник стоит Максиму Горькому. И когда он у нескольких переспросил, естественно, кто-то там задумался, а кто это. Ты тоже, говорит, заметил? Да вот он, говорит, всегда тут, каждый день, говорит, с утра до вечера. И демонстративно показывая как раз-таки в окно, многие заулыбались, и я в том числе. Не все, сразу скажу, что ученики смогли прокомментировать, кому стоит этот памятник. Но это настолько впечатлило как раз-таки, да, потому что ведь ребенок сразу заинтересовался. А что за там дяденька стоит? А почему он нелепо одет, то есть несоответствие с погодой, да? У нас как раз-таки такой есть тоже знаменитый памятник многим деятелям, но все-таки на самом деле не каждый из нас знает. И вот уважаемый взрослый такой вот опрос социального характера провел, и я была прям польщена тем, что насколько же умело он преподнес этот материал. Думаю, что кто-то из них все-таки у родителей спросил. А вот, например, что там, допустим, за памятник, и кому он принадлежит, и что он сделал для нашей страны непосредственно. И если дальше анализировать содержание образовательной деятельности, что мы видим, в какой области нам развиваться. Конечно же, когда мы регулярно напоминаем название населенного пункта, да, в период 3-4-летнего возраста, знакомим детей с окружением детского сада, да, обязательно с зданиями, природными объектами. Часто именно детские образовательные учреждения находятся рядышком с какими-то природными объектами, да. Возможно, вы будете обсуждать с детьми их любимые места времяпровождения, да, потому что таким образом вы как раз-таки подпитываете его любознательность, да. И с одной стороны вы рассматриваете с ним и познавательную часть, конечно же, и коммуникацию, конечно же, может быть, физическое развитие также добавите, и целостный такой как раз-таки своего рода импульс занятия, он получится, потому что вы рассматриваете как целый единый пазл. Каждую частичку отдельно с ребенком изучили. И самое интересное, что, конечно, рассматривая социально-коммуникативное развитие, где ранжируется дальше по, согласно ФОП, как раз-таки с 5 до 6 лет, и в том числе с 6 до 7 лет, есть своего рода небольшие изменения, то есть расширяется, да, материал, он углубляется. Задача, которую необходимо реализовать, это не только воспитывать любовь и уважение к родине, но и к людям разных национальностей. Обратите внимание, что если в предыдущем как раз-таки периоде о людях разных национальностях было сказано вскользь, то здесь уже прямо первоочередная задача стоит, чтобы дети знали, какие национальности проживают на территории Российской Федерации, какие у них могут быть общие праздники и так далее. Ну и, конечно же, гордость за поступки героев Отечества. То есть это возраст уже более такой сознательный, когда уже дети начинают чувствовать переход от дошкольного как раз-таки к начальному образованию, когда они начинают понимать, что они взрослые, они не малыши, они не ясельки. И, конечно же, наша с вами задача воспитывать патриотическое и интернациональное чувство. Что здесь предполагается в содержании образовательной деятельности? Если вы обратите внимание на данную часть как раз-таки слайда, то здесь заметили, наверное, вы не только знакомите детей с признаками и характеристиками государства с учетом возрастных особенностей. Территория государства, его границы, столица. Ну и, конечно же, рассказывайте, что Россия самая большая страна в мире, что, возможно, вы сравните, например, с какой-то планетой, может быть, сопоставите как раз-таки непосредственно информацию для того, чтобы дети сами ее познали. Ведь нет ничего лучшего, когда ребенок сам познает, когда он через исследовательские как раз-таки задачи решает и получает тот или иной результат. Как мы привыкли с вами, проекты, мини-проекты, они могут быть любого характера. Детям очень нравится проекты выполнять. Да, конечно, это, возможно, затратно по времени, это трудоемко, но все-таки кропотливый труд, он имеет такой эффективный результат. И далее, что хотелось бы прокомментировать, в том числе, обращая внимание, что есть непосредственно на сайте официального как раз-таки источника такого рода программы, вы можете ознакомиться, здесь буквально дается краткое его содержание. Обратите внимание, что называется она так «Я люблю Россию». Это как раз-таки программа патриотического и духовно-нравственного воспитания для детей старшего дошкольного возраста. Здесь очень важно, что здесь идет уклон как раз-таки для деток, которые имеют нарушение речи, то есть ОНР, да, общее нарушение речи. Сейчас, к сожалению, много детей уже с малого, не то что плохо говорят, да, они и порой даже еще в системе как раз-таки начального общего образования имеют эти нарушения, то есть логопед сейчас все больше и больше встречает как раз-таки таких деток, и я чаще слышу, что открываются отдельные сады, отдельные группы, логогруппы, да, где вот прям вот существует целый комплекс специалистов, которые занимаются с детьми такого непосредственно, ну, небольшого, так скажем, нарушения в развитии речи. Они бывают разные здесь, но самое важное, что вы должны заметить, что, конечно же, данная программа, она способствует приобщению дошкольников к моральным ценностям человечества. Не только помогает формировать нравственное сознание, но и поведение через те или иные ситуации. Ведь только через ситуацию, через действия ребенок может осознать, насколько правильно он поступил. Потому что мы можем многократно говорить о каком-то, например, там, допустим, хорошем или плохом, но пока он сам на себе не прочувствует, он не поймет, насколько это хорошо или плохо. Точно так же, как вот, например, если он не дотронется до горячего чайника, он не поймет, насколько он горячий. Сколько бы вы ему не объясняли и даже не демонстрировали бы. А вот когда уже на своей, так скажем, шкуре попробуют, то ребенок, естественно, уже без каких-либо вопросов уже начинает осознавать, что это такое. И вот здесь дается, опять же, в продолжении непосредственно данной программы выдержка из описания программы. Обращая ваше внимание, конечно же, предполагается, что данная программа ориентирована на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям. Все это предполагается в создании единого ядра содержания дошкольного образования, понятие единства равнодоступного образования. Это является основным принципом как раз-таки в образовательной системе, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что существует и федеральный, и государственный образовательный стандарт дошкольного, дошкольной ступени в том числе и начального общего образования, основного общего образования и как раз-таки среднего общего образования, потому что каждая из них имеет как раз-таки между собой преемственность. И далее, рассматривая нашу сегодняшнюю тему, Хотелось бы прокомментировать небольшие, буквально практического рода как раз-таки советы. Естественно, все, что педагог в системе дошкольного образования, либо начального общего образования реализует, оно должно нести развивающий потенциал. Когда мы понимаем, что развивающая предметно-пространственная среда наступения дошкольного образования может быть представлена различным образом, то давайте вспомним, что согласно нормативно-правовой документации, а именно ФОП и ФГОС, есть своего рода требования, например, как патриотическому центру. Именно письмом Министерства просвещения выдвинуты рекомендации, как можно организовать патриотический центр, в том числе мини-музеи, конечно же, наглядные материалы, которые могут быть доступны воспитанникам в течение дня. Но элементарно, допустим, изображение, например, герба или флага Российской Федерации и регионального компонента влияет на его развитие. Вот есть моменты, когда ребенок раз, да и посмотрит на стену и вспомнит, например, что изображено на гербе, допустим, непосредственно его региона, да, а почему, например, там изображена куница? Или, например, это опять же про герб нашей республики Башкортостан говорю, непосредственно куница является символом, да, то, что у каждого, получается, ребенка возникает вопрос, а почему? И вот это вот почему является самым главным стимулом для его развития. Если на данное почему грамотный педагог ответит, его заинтересует на дальнейшее еще ряд почему-учных вопросов, да, конечно же, достигнет большого колоссального эффекта. Потому что ребенок начинает интересоваться, не просто от того, что ну вот иди сам почитай, или тебе мама с папой не рассказывали, что ли? То есть отбивать желание интересоваться тем или иным материалом не стоит, ведь мы несем ответственность за своих воспитанников. И вот здесь представляется своего рода пример оформления патриотического центра, где предполагается, что, конечно же, патриотический центр будет иметь тематические альбомы, фотографии, в том числе обязательно будет как раз-таки кармашки с конкурсными работами, да, где есть даже работы детей, которые систематически меняются, вы сами прекрасно понимаете, каждому хочется, чтобы на стенде его работа была, да, то есть нужно же обосновать, почему, например, данная работа вывешена, и не только для ребенка, но и для взрослого в первую очередь. И, возможно, для того, чтобы оформить этот стенд, вам понадобится письмо, поэтому здесь вот его регалии вывешены, обратите внимание, это вот как раз-таки пункт непосредственно с перечнем письма от 13 февраля 2023 года. Если вы хотите заинтересовать родителей или законных представителей по патриотическому воспитанию, то необходимо, конечно же, дать им обратную связь, то есть либо вы организуете анкетирование, возможно, будет некого рода опрос, понимаю, не каждый родитель захочет отвечать на большое количество вопросов, поэтому нужно анкету разработать как раз-таки в соответствии с тем, что должны быть вопросы развернутого характера, да, не просто да, нет, ответил, и не два-три вопроса, ну, хотя бы пять-семь вопросов, да, чтобы родитель смог отразить свое мнение. Часто воспитатель как раз-таки либо учитель начальных классов, каким образом поступает, либо передает через ребенка, чтобы он ответил, либо на родительском собрании собирает и выносит, так скажем, на обсуждение. Конечно же, мы непосредственно являемся частью этой системы, и нам необходимо подстраиваться под его нововведение. Нововведение касательно же сейчас и патриотического воспитания в том числе, ну, например, то же самое движение, которое сейчас колохнуло всю страну, это Орлята России. Кто-то, например, да, вспомнил, наверное, свое былое детство, когда тоже существовало понятие как раз-таки такого рода движения, и, конечно же, с гордостью своему внуку, либо внучке, да, продемонстрировал все это. Если говорить о содержании стенда, конечно же, вам здесь предлагается, что можно разместить план по патриотическому воспитанию, то есть это будет такого рода кармашек, да, информация для педагогов, чтобы и воспитатель мог посмотреть, что же, например, там предполагается. Естественно, на оперативках, на педагогических своего рода совещаниях, да, который чаще всего проходит в понедельник, неделя с этого начинается, с различного рода семинаров и так далее, вы обсуждаете все это с воспитателями, но все же для того, чтобы пройти своего рода как раз-таки рекомендательные моменты, чтобы во время той же самой проверки у вас все было прекрасно, согласно письму, которое было опубликовано в феврале 2023 года от Министерства просвещения Российской Федерации, все-таки разместить план работы по патриотическому воспитанию стоит. Информация для детей, то есть это могут быть тематические выставки о народах России, народных костюмах, в том числе в своем населенном пункте, чтобы он уже знал о малой родине, он заинтересован был, да, то есть если есть вот эта вот как раз-таки атмосфера, то ребенок постепенно начинает интересоваться. Информация для родителей, конечно же, здесь могут быть вывешены не только рисунки и фотографии детей, но и в том числе, например, может быть, памятки, да, памятки можно же сейчас разного рода составить и обязательно их использовать. Что хотелось бы еще прокомментировать? Вот здесь сейчас остановлю ваше внимание лишь для того, чтобы вы оглянулись. Смотрите, данное задание было разработано совместно непосредственно с нашими студентами, потому что я сама очень люблю творить различного рода заданий, дай только мне идеи какие-нибудь. Однажды я наткнулась на олимпиадное задание второго класса по русскому языку, и там было представлено как раз-таки такого рода задание для ребенка второклассника, чтобы он заполнил таблицу, она называлась такие разные и многоточие. Естественно, в этой таблице представлялся вариант того, что у Насти, там получается, представляется герой как Настя, много друзей, и каждый из этих непосредственно ее друзей рассказывает о каком-то блюде. И точно так же представляется в табличном варианте, у ребенка есть возможность согласно тексту соответствии как раз-таки тех или иных предложений поставить плюсики, да, то есть он должен найти правильный ответ. И очень важно определить, что за это блюдо было, да, то есть последний столбец, он остается пустым. Наподобие данного варианта, если вам интересно, то я вам скажу, там было все рассказано про пельмени, то есть блюдо такое, которое было представлено в разных, как раз-таки у разных народностей, называется их инкали, например, да, и ребенок, с одной стороны, развивает свою познавательную часть, потому что он начинает анализировать материал, он работает с этой информацией, он начинает ставить эти плюсики, да, он начинает думать, с другой стороны, он рассматривает, как выглядит этот представитель, да, конечно же, начинает размышлять, а что же такого общего есть между каждой из этих представителей прекрасных народов. И здесь вот для вашего внимания также идет вариант того, что у Александра много друзей из разных стран, и вот он однажды, например, посетил фестиваль народов мира и был поражен разнообразием костюмов. Первым он встретил Оливера и был удивлен мужской юбке. Оливер сообщил, что это не просто юбка, а шотландский килт. А Ханби из Кореи привлекала внимание своей пышной юбкой от Ханбока. Элегантный костюм Вачи не сковывал движение энергичного танца, грузинская чоха очень шла ему. Порватья в красочном саре рисовала индийской мхенди всем желающим. А Акика в своем кимоно выглядела как символ мира и процветания в Японии. Конечно же, ребенок соотносит, да, кто из какой страны, он догадывается по тексту, и для него важно нарисовать этого героя, да, Александра, и непосредственно с какой он страны, и вспомнить, опять же, какой непосредственно народный костюм у данного представителя, то есть Александра. Но здесь важна целая серия как раз-таки заданий в том, что можно еще и продолжить, например, по музыкальным инструментам. Допустим, вы можете также использовать тематику национальных блюд, музыкальных инструментов, праздников и так далее, и так далее. Здесь важно, чтобы ребенок мог уловить взаимосвязь, что да, вот, допустим, здесь есть взаимосвязь, что это струнные инструменты, и, возможно, у Александра будет что? Ну, вы, наверное, догадались, да? Например, там была лайка, допустим, и он ее нарисует. То есть здесь самое главное, чтобы ребенок был задействован, задействован в выполнении того или иного задания. Если вам будет интересно, конечно же, могу еще дополнительно прокомментировать, но продолжим дальше. Все это предполагает, что развитие как раз-таки всех направлений воспитания глубоко отражены в программе воспитания, да, и непосредственно для ступени дошкольного образования и начального общего образования в том числе существует целый сайт Институт изучения детства, семьи и воспитания. По QR-коду вы сможете пройти и дополнительно рассмотреть практическое руководство воспитателя о воспитании, изучить как раз-таки, какие тетради представляются для воспитателя, какие модули раскрыты. Прямо там каждая тематика прекрасно расположена и более подробно вы можете информацию получить. Но самое главное, что вы должны заметить, конечно же, когда мы говорим с вами о работе непосредственно воспитательного характера, можно ее назвать воспитательную деятельность, можно назвать ее воспитательной работой. Точно так же, как есть понятие урок, урочная деятельность, неурочная деятельность, есть понятие занятия, режимные моменты и так далее. То есть между собой они перекликаются. Но важно, чтобы ваша деятельность соответствовала как раз-таки этим планируемым результатам. И здесь представляется небольшой пример, как можно оценить работу воспитателя по патриотическому воспитанию дошкольников. Например, вы разграничиваете на уровне организации работы, то есть высокий либо средний, работа либо вообще не проводится, да. И это, конечно, тяжелый случай, если работа совсем не проводится, но все-таки бывает. И напомню, что мы говорим сейчас с вами про работу воспитателя, и сразу же добавлю, что в любой сфере деятельности может быть такое. Ну вот как бывает иногда, ну не получается у него, и все. Педагог формирует у детей бережное отношение к природе, к культуре, традициям, символике родного края. Вот здесь вот очень важно, я даже отмечу такие моменты, когда вот заходишь в кабинет, да, к сожалению, из-за периода пандемии мы привыкли теперь, что мы стоим там где-то за забором, как родители выжидаем своих воспитанников, детей, да, что в школе, что в садике. У меня вот детки как раз-таки маленькие, и вот так вот стоишь возле забора, и даже в кабинет больно ты не зайдешь. Есть момент того, что когда входишь в него, ты должен ощутить вот эту атмосферу, вот эту вот положительную, благоприятную атмосферу по развитию ребенка. Даже не важно, что может быть там будут, я не знаю, ну я прям, может быть, сейчас скажу, для вас не очень приятно, но все-таки обшарпанные бывают стены, да, что финансирование, к сожалению, мало и нуждается в ремонте. Но для того, чтобы, есть момент того, что, есть момент того, что, конечно же, на ваш вопрос отвечу, я вижу ваши вопросы, продолжу, пока не сбилась с мысли. Есть момент того, что если вот своими руками выполнить, например, я не знаю, там макет, например, там старого Уфимской губернии, нам довелось, посчастливилось, мы в свое время сделали макет как раз-таки Уфимской губернии просто из спичек. И вы знаете, до сих пор мы в садике пользуемся популярностью. Он до такой степени был детально разработан, да, на это ушло там неделю времени, но с интересом ребенок наблюдал, он знал, что, оказывается, раньше находилось, где наша столица, непосредственно республики Башкортостан. И поэтому самое важное, что вы должны понимать, что вот эта атмосфера по развитию ребенка, она должна вот прям благоухать. И, конечно же, есть момент того, что флаги, допустим, того же самого региона, либо Российской Федерации, или если вы предполагаете, что у вас есть целый уголок по патриотическому воспитанию, да это же прекрасно. Почему я так на это акцентирую внимание? Потому что я видела в силу своей деятельности, видела такие садики и школы, где, к сожалению, элементарно даже герб не представлен, либо, например, флаг. И ты диву даешься, что, ну неужели невозможно закупить, либо сделать самой, и просто вывесить. Ребенок же видит, он с этого все и начинается, он начинает понимать. Ну и давайте вспомним про Гагаринскую Олимпиаду, которую наверняка вы и слышали. Поле, как раз-таки, есть момент поле Олимпиады, где обязательно по символике Российской Федерации, либо региона, есть какие-то вопросы. Обязательно. Если ребенок, вот он уже многократно видел, вот, например, там, триколор, он понимает, что, ага, вот этот вот триколор является правильным ответом. То есть мы сами создаем среду по развитию ребенка. Ну и, конечно же, он знакомит с историей, улицами, достопримечательностями, в том числе обязательно знакомит с символикой государства, рассказывает о многообразии стран и народов мира. Есть момент следующего характера. Что еще хотелось бы прокомментировать? Элементарное представление об истории государства. То есть если ваша задача как раз-таки предоставить минимальное хотя бы, да, знание по истории как раз-таки Малой Родины и в целом Российской Федерации, то можно не только в мини-музей сходить, да, можно и организовать как раз-таки совместную деятельность, работу, может быть, старшая группа выступит непосредственно перед младшей группой, чтобы они узнали. Возможно, вы организуете небольшую сценку, чтобы ребенок в действии понял, для чего это как раз-таки есть момент того, что для чего это необходимо. Это необходимо лишь, опять же, для того, чтобы реализовывать системно-деятельностный подход, потому что именно системно-деятельностный подход заложен в нормативно-правовой документации, как в ГОС, начиная от ступени дошкольного образования, то есть через деятельность в системе, да. И продолжу с вами дальше. Вижу все ваши вопросы, прекрасно, спасибо, сейчас отвечу, потому что немножечко отвлеклась, но все-таки просмотрю, конечно же. Устно-народное творчество. Это тоже такая вот, знаете, трепетная, я бы сказала, тема, потому что вы сейчас вот буквально через несколько слайдов увидите один из наших проектов, который был реализован тоже по устному народному творчеству. Но самое важное для вас понимать, что кроме того, что дети, конечно же, знают, например, знаменитые песни современных, так скажем, исполнителей, они с легкостью прекрасно вам выложат. Но как начнется вопрос по поводу того, что «А ты знаешь ли песню про березу?» Когда-то я однажды спросила у своих дочерей, они долго вспоминали, что за песня-то такая, мам. Это было два года тому назад, и для меня было удивительно. В своем детстве я помню, как мы это напевали во дворе и ходили, там даже считалки были, там в ополе береза стояла, да, вы знаете, прекрасно. И то есть есть момент того, что даже сейчас они быстрее реагируют на современные, нежели на вот то, что непосредственно с поколения в поколение передавалось. Да, жаль, 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 что такое происходит, но все-таки есть момент того, что мы сами воспитываем наше поколение, да. И далее здесь приводятся критерии для того, чтобы оценить работу воспитателя непосредственно, да, например, организовать совместную деятельность детей и взрослых, тематические досуги, развлечения, проекты, тематические занятия, целевые прогулки, экскурсии. По поводу экскурсии могу прокомментировать, что в рамках нынешней ситуации, я знаю, что если ранее, ну, лет пять тому назад, да, когда еще пандемии не было, все остальное, можно было спокойно, ну, написать, естественно, заявление, собрать разрешение от родителей, обратиться непосредственно в тот или иной, например, музей и пойти на экскурсию. Чтобы сейчас пойти на экскурсию, нужно большое количество пройти инстанций и собрать все эти подписи, чтобы выйти на ту или иную экскурсию. Поэтому в этом нам помогает виртуальная, да, реальность, когда мы можем подключиться и хотя бы вот в виртуальном непосредственно пространстве изучить материал. Но все же находчивые мобильные педагоги находят варианты, потому что есть момент того, что иногда есть желание не просто прогуляться по достопримечательностям своего региона, но и в первую очередь создать условия по воспитанию ребенка. Так, далее. Что еще хотелось бы прокомментировать? Конечно же, постепенно я уже перехожу к ступени начального общего образования. Также на сайте Института изучения детства, семьи и воспитания существует программа, которая заложена в ФОПах. И здесь каждый подпункт предполагает, что реализуется программа воспитания. Она реализуется, естественно, согласно ВГОС, в том числе является составным элементом как раз-таки федеральной образовательной программы, и все во взаимосвязи также развивается. Здесь важно заметить, что целевые ориентиры непосредственно, вот сейчас перехожу к целевым ориентирам, целевые ориентиры, они являются тождественным между собой, только единственное в системе основного общего образования, там разграничивается понятие гражданского и патриотического воспитания. В системе начального общего образования идет, они идут через дефис, то есть вот есть такие небольшие изменения, а в целом наполняемость материала по целевому ориентиру, она является тождественной. И обратите внимание, здесь очень важно, опять же, если хотите, пройдете по QR-коду, увидите эту программу, заметить, что есть тут, конечно же, понятие гражданско-патриотического воспитания, это является целевым ориентиром, например, понимающие значения гражданских символов, понимающие сопричастность к прошлому, настоящему, будущему родного края, своей родины, России, российского государства, принимающие участие в жизни класса, общей образовательной организации, доступной по возрасту социально значимой деятельности. Здесь и так далее, потому что, опять же, так как нормативная документация имеет большой объем как раз-таки страниц, все на слайд не вмещается, выдержка вам дается специально. Если мы рассматриваем духовно-нравственное воспитание, конечно же, здесь что нужно прокомментировать? В первую очередь, уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи. Именно с семьи начинается все, что мы хотим развивать у наших деток. Потому что если в семье нет уважительного отношения как раз-таки к прошлому, к настоящему, будущему, то о чем мы можем говорить? Сколько бы непосредственно мы не рассматривали, допустим, достопримечательности, у ребенка закрепляется в семье. Потому что все равно он приходит к своим родителям, к законным представителям, он видит, каким образом они откликаются, каким образом они вливаются в совместную деятельность. И, конечно же, у детей либо происходит дальнейшее развитие, углубление этого материала, либо отторжение. И здесь насчет семьи, это, конечно же, безусловно, относится к любой области, к любому виду деятельности. Здесь является не зря семья, это главная ячейка общества. И, конечно же, владеющие представлениями о многообразии языкового культурного пространства России, имеющие первоначальные навыки общения с людьми разных народов и вероисповеданий и так далее. Обратите внимание, что также можете целевыми ориентирами еще поглубже ознакомиться. Здесь вашему вниманию представляется вариант, опять же, модифицированный. В свое время понятие как раз воспитательного идеала было заложено еще в концепции духовно-нравственного развития гражданина Российской Федерации. И он был разработан авторами как раз как Данилюк, Кондаков, Григорьев, Степанов, Логинова. И была целая такая вот книжка, которая так и называлась непосредственно «Книга моих размышлений». И очень было интересно ее изучать согласно концепции духовно-нравственного воспитания. Сейчас данная концепция уже потеряла свою актуальность, потому что она была реализована еще с первым вкусом. И наподобие данного учебного пособия мы, опять же, совместно разработали такую вот интересную для нас интересную копилку моих размышлений, которые являются как совместно патриотическое воспитание развивает, в том числе и духовно-нравственное. Почему? Не стоит забывать, конечно же, и идет коммуникация и познавательность, разве к тому, что все идет совместно. Мы не можем ограничить ребенка непосредственно с тем или иным заданием. Просто какая-то из областей более становится приоритетной. Вы видите, что здесь они все закреплены, шиты и в том числе на липучках. Вы видите, тут вот, например, он может изучить военные символы, герои, факты, в том числе города-герои. Здесь, конечно же, представляется вариант того, что ребенок может определить, что на картинке происходит, и объяснить, это почему. Здесь, например, вот можно так же, они все выполнены таким образом, что ребенок может переставлять, да, например, может быть, поддержку он видит в чем-то другое. Самое важное, что здесь ситуация индивидуальна для каждого, ведь кому-то, например, поддержка, может быть, окажется как раз-таки в картинке, где мама целует ребенка, да, и провожает его куда-то. Для кого-то покажется, что поддержка, это вот когда ребенок только учится, например, ходить. Для кого-то поддержка, это когда бабушка с дедушкой вместе идут, и так приятно на них смотреть, да. То есть есть момент того, что каждый раз мы можем в силу индивидуальных особенностей ребенка разыграть ту или иную ситуацию. Ведь очень важно, чтобы дети как раз-таки посмотрели со стороны, каким образом для каждого из нас та или иная ценность раскрывается. Здесь также представляется, опять же, небольшое такое количество как раз-таки народов на нашей планете, и нужно будет сопоставить ребенку и ответить на несколько вопросов. Это своего рода такое дерево, как раз-таки, как у нас называется на нашем языке, шежере, да. Мы составляем такое родословное. Я знаю, что в окружающем мире по УНК Школы России как раз-таки Плешакову есть такие задания, когда нужно составить родословное как раз-таки, да, дерево. Здесь можно фотографии своих родственников закрепить, допустим, как вариант. Ну и еще один из вариантов как раз-таки творческих таких работ, постепенно завершая наше выступление, да, хотелось бы прокомментировать буквально, как раз-таки работа была выполнена в том русле, что детям далось задание, чтобы они разузнали, какие существуют игры у дедушек и бабушек. Заранее буклеты были распечатаны, то есть здесь нужно было только зарисовать. Обязательно, конечно же, здесь дается название игры и описание игры. Вы обратили, наверное, внимание, у кого-то прятки, у кого-то фанты, у кого-то краски. Ну, здесь вариантов было большое количество на самом деле, потому что младшие школьники с удовольствием узнавали, какие игры, оказывается, у них там бабушки, дедушки любили играть. Естественно, даже попросились поиграть в эти игры. Но важно здесь, опять же, узнавая игру, любимую бабушки, либо дедушки, либо, например, через родителей узнать там, во что они играли. С одной стороны, взаимодействие идет ребенка со старшим поколением, с другой стороны, он начинает понимать, что, оказывается, такое количество игр существует. Естественно, кроме гаджетов, появляется желание попробовать поиграть в эту игру, а значит, и физическое же развитие идет. И, естественно, ребенок начинает думать, что, ага, в моей копилке моего как раз-таки знания, да, еще есть какая-то игра. Все это является, опять же, всесторонним гармоничным развитием. Поэтому, когда умело преподносится то или иное задание, будь это по проекту, я не знаю, там, либо урочной деятельности, воспитательного характера, либо просто режимный момент как раз-таки в детском саду, но грамотное представление материала дает такой вот эффект как раз-таки положительный. И завершая непосредственно постепенное выступление, хотелось бы снова добавить и напомнить, что, конечно же, понятие программы воспитательной работы, которая сейчас идет повсеместно на территории Российской Федерации, невозможно не представить без российского движения школьников, да, потому что мы знаем, что российское движение школьников представляет как раз-таки целый цикл, огромный просто как раз-таки фундамент мероприятий для того, чтобы дети, да, есть, конечно же, и РДДМ, правильно, вы говорите российское движение как раз-таки школьников, но пройдите по сайту, вы также увидите. И есть момент того, что данное движение как раз-таки, вы правильно говорите, Лариса Макартычева, прошу прощения, если неправильно произнесла ваша фамилия, потому что российское движение как раз-таки детей и молодежи, оно явилось основанием для того, чтобы как раз-таки развивать деятельность советника-директора по воспитанию. Если вы вспомните, то буквально недавно утвердили профессиональный стандарт, который назывался специалист в области воспитания, где как раз-таки является целой областью, отдельной областью, непосредственно по данной должности. До нынешнего момента, до января месяца 2023 года вообще к единым квалификационным справочнике такой должности как советник-директор по воспитанию не существовало. Поэтому буквально года два тому назад каждый из нас задумывался, а что же делает этот советник. И вот тогда, постепенно развивая нашу как раз-таки деятельность, деятельность советника-директора, она называется более полная, это мы привыкли с вами говорить, что это советник-директора по воспитанию, она как раз-таки тесно взаимосвязана с российским движением как раз-таки детей и молодежи, где каждый есть отдельный специалист, в том числе от региона и федерального уровня. И если вы пройдете по сайту, то посмотрите внимательно, какие мероприятия еще существуют. А вообще, проговаривая в завершении нашего сегодняшнего вебинара, хотелось бы вам прокомментировать слова Сухомлинского, как раз-таки Василия Александровича, любовь к матери и преданностей – это первая школа коллективизма. Посмотрите, любовь к матери. Если человек вышел из этой школы неграмотным, ему не овладеть в будущем высшей школой гражданственности, преданностью, интересам Родины. И обратите внимание, что здесь не зря эта цитата Сухомлинского. Сухомлинский является, вы прекрасно знаете, великим педагогом, который развивал у детей после военного времени духовно-нравственное развитие, гражданско-патриотическое. Сколько ситуаций описано в его знаменитой книге «Сердце отдают детям», когда они с учениками пытаются помочь как раз-таки девочке, на тот момент больной девочке из Японии, каким образом они изучают географию нашей страны. И очень важно и интересно, что непосредственно с семьи все начинается. Я сейчас, конечно же, продолжу отвечать на ваши вопросы. Я вижу, что эта тема вас очень волнует, точно так же, как я бы, например, могла говорить и говорить, но у нас время с вами все-таки есть в ограничении. Если не ошибаюсь, тут есть пару вопросов. Так, этот вопрос не ко мне, как получить сертификат. Так. Ну, здесь вот есть просто комментарий, что с детьми ходили в дом как раз-таки непосредственно культуры, художественные руководители проводил с детьми игры и хороводы. Очень понравилось. Да, я знаю, что есть такие как раз-таки, да, моменты. Но вот я, к сожалению, пока в чате больше вопросов вроде не видела. Замечала, что были вопросы личного характера. Непосредственно с организаторами свяжемся, и потом уже, если есть необходимость, то передадим контакты. Да, в чате лучше не пишите свои контакты непосредственно. Если больше вопросов нет, то я благодарю вас за внимание. Желаю вам...